Этот теленок появился на свет считанные минуты назад. Ферма в селе Джигинка – одно из ведущих предприятий Анапского района. Отсюда молоко поступает в санатории курорта. Коровы содержатся без привязи, а здесь родильное отделение, фактически стационар. Олеся ухаживает за животными, собирает молоко у коров и относит к телятам. Каждому от своей. Обычно пятилитровое ведро уходит за три минуты. Хотя они, как и любые дети, могут капризничать. Некоторые пьют быстро, а этот вот палец. Мне нравится с ними. Нравится с животными, нравится, когда вот сегодня мы вытащили теленка, он живой, с ним все нормально. Если, допустим, помог корове, помог теленку. И когда вот они прыгают, радуются, и на душе радостно. Навыки здесь передают из поколения в поколение. На ферме Олеся работает уже 8 лет. О предложении принять участие в краевом конкурсе узнала от бригадира. Согласилась не сразу. Я не публичный человек. Олеся – ветеринар по образованию, помогает лечить животных. Коллеги же говорят о ней не только как о специалисте широкого профиля, но и как о человеке широкой души. Доброй, отзывчивой. Мне, если что-то надо, она придет. Мне даже иногда поможет, если что-то перегнать теляток или еще что-то. Рабочий день у первой смены на ферме начинается в районе половины пятого. Животные не принимают человеческих объяснений. Сейчас вечерняя смена. Она начинается в 4 после полудня. В это время многие уже прикидывают, хватает ли в холодильнике масла и не купить ли по пути с работы молоко или кефир. Олеся живет практически через дорогу. С мужем у них пятеро детей. Олеся считает себя счастливым человеком. Сейчас подбирает участок из тех, что муниципалитет выделяет многодетным семьям под строительство. Говорит, что варианты есть, просто нужно выбрать время, чтобы съездить, посмотреть. Но уверена, что в итоге все сложится.